Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 5 апреля и вы смотрите четвертый выпуск авторской программы Утренний Соловей. У меня для вас есть хотя бы одна для разнообразия хорошая новость, локальная, но хорошая. Я списался с известным ученым и тренером Хасаем Алиевым, это очень известный психофизиолог, кандидат медицинских наук и автор уникальной методики психофизиологического саморегулирования организма в стрессовых ситуациях. Методика называется ключ. Она очень известна и автор известный специалист. Хасай любезно пригласил всем, кто сейчас испытывает проблемы, пригласил всех, кто испытывает проблемы с адаптацией к новой реальности, посещать онлайн его занятия. Это естественно безвозмездно, это для всех желающих, кто хотел бы улучшить свое психофизиологическое состояние, научиться справляться со стрессами. По счастью, это не потребует от вас никаких чрезмерных временных и энергетических усилий. Сами по себе упражнения очень короткие и вполне себе инструментальные, то вы сможете их сами практиковать, посмотрев один или два раза, как это делает Хасай. Я напомню, что зовут автора Хасай, не Хасан, а Хасай Алиев. Вы можете зайти на его авторский youtube-канал Хасай Алиев метод ключ или посмотреть информацию о нем, о его методе на сайте. Это хорошая локальная новость. Новость более масштабная, ее нельзя назвать не хорошей, не плохой. Сказал бы, что она скорее реалистическая. Состоит в том, что режим так называемой самоизоляции, вынужденной самоизоляции, на самом деле не соблюдается во всех регионах и в части регионов власти проявили, я бы сказал, прагматизм и здравый смысл ведут себя в зависимости от ситуации. Допустим, все промышленные предприятия и строительные объекты работают в Новосибирске, насколько я знаю, работают в Самаре, а в городе Саянске Иркутской области там даже открываются детские учреждения. Ну, вы понимаете, что это во многом вынужденная необходимость. Она связана с тем, что людям нужны деньги. И для того, чтобы эти деньги получить, им приходится работать. Я склонен полагать, что, возможно, значительная часть общества с охотой бы провела какое-то время в самоизоляции. Я не говорю, что целый месяц. Это невыносимо длительно и очень тяжело. Морально и психологически. Ну, хотя бы какое-то время, если бы было на что жить. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с очень серьезной проблемой. Я не хотел говорить о политике в рамках этой программы, но, к сожалению, придется хотя бы вскользь затронуть. Почему мы не можем провести время в самоизоляции, на карантине с некоторой пользой для себя, для своих семей, родных и близких? По очень простой причине. У нас нет денег. Кто нас должен обеспечить деньгами? Честно говоря, вот в этой ситуации нас должно обеспечивать деньгами именно государству. Я подчеркиваю, не только те, кто работает в бюджетных учреждениях, но вне зависимости от места, где вы работаете. Почему? Потому что это главное, это фундаментальная, базовая функция государства – защищать общество. защищать общество. Да, мы видим и прекрасно понимаем, что с медицинской защитой санитарное дело обстоит из рук вон плохо. Давайте не будем сейчас выяснять, почему, хотя мы догадываемся. Но мы видим. Не хватает даже элементарных вещей, масок, средств защиты, причем не только для общества, для населения страны, но даже для врачей не хватает. Что уж говорить о нас, тех, кто не находится на переднем крае борьбы с эпидемией. Но государство нам всегда говорило, что оно копит резервы на черный день. Какие резервы? Это фонд национального благосостояния, это золото-валютные резервы, это значительные резервы. Значительные. В фунде национального благосостояния сейчас находится приблизительно 11 триллионов 800 миллиардов рублей, а золото-валютные резервы превышают 550 миллиардов долларов США. Так вот, черный день настал. Он настал, он уже пришел. Что же вы, господа, управляющие Россией, не распечатываете закрома Родины? Эти закрома Родины формировались нами. За счет наших налогов, за счет цен на нефть. Но ведь нефть тут тоже добывает люди. И транспортировку обеспечивают люди. Что же вы не отдаете должное людям, которые формировали на это национальное богатство? Почему же вы спихиваете это на кого-то другого, на региональные власти? Очень часто в регионах нет денег. Вы же знаете, что наша система абсолютно и тотально несправедлива. 70-80% всех финансов локализуется в Москве, а регионам очень часто ничего не достается. Но даже в Москве не хотят предпринимать повышенные меры защиты, объясняя это тем, что иначе бюджеты треснут. Я хочу сказать, что треснут от наглости, от жадности эти люди, которые отказывают своим соотечественникам в защите и в помощи. Итак, что мы с вами можем предположить, что либо этих денег нет, то есть их нет в фонде национального благосостояния, и нет таких золотовалютных резервов, о которых нам долго говорили, нет этой кубышки. Или же просто на нас плюет. Я реалист, я могу сказать, что эти деньги есть, но на нас плюет. Соответственно, если государство не выполняет свою базовую функцию защиты, оно не должно от нас ничего взамен требовать. Прозумно? Но что оно делает? Оно пытается ограничить нашу свободу. Вводя эту самую пресловутую самоизоляцию, которая не имеет никакого законодательного обоснования, государство снимает с себя всякую ответственность, а нам говорит. Больше, чем втроем не собираетесь, кстати, не собираетесь в прямом смысле слова, дышите, сопите в тряпочку и умирайте молча в своих квартирах. Вот что такая самоизоляция. То есть государство, которое собрало с нас и собирало гигантские деньги на протяжении двух десятков лет, а были очень высокие нефтяные цены, ВВП России рос более чем успешно, по крайней мере в первые десятилетия 21 века. Значит оно все это собрало, ничего теперь нам взамен давать не хочет. То есть у нас забирают остатки свободы, но безопасности, о которой нам говорили, о которой нам обещали, нам не обеспечивают. Потому что выяснилось, что безопасность страны и безопасность общества обеспечивают не способность уничтожить Соединенные Штаты три раза или пять раз, А обеспечивает наличие квалифицированных врачей, обеспеченных хорошим оборудованием госпиталей, больниц и поликлиник. Вот ничего этого в нашей стране, где на силовиков тратят гораздо больше, чем на здравоохранение и образование, нет и в помине. Вот теперь, сейчас мы с вами столкнулись с очень прямой проблемой непосредственной. Оказывается от политики зависит наша жизнь. В прямом смысле слова. Потому что 20-летие политики оптимизации социальной сферы, оптимизации в кавычках это означало, уничтожение фактически. Как там сказал спикер Госдумы Володин, мы случайно закрыли тысячи больниц, а теперь значит будут умирать и страдать тысячи людей. И десятки тысяч будут инфицированы и не имеют возможности получить квалифицированной помощи. Так вот, вот эта вот политика, которая состоит в оптимизации социальной сферы, в тотальной коррупции, в жадности, в обмане, она убивает в прямом смысле слова. Но все же я оптимист, я хочу передать свой оптимизм вам. Поверьте, мы справимся с этим. В истории нашей страны бывали времена, когда было гораздо труднее. Мы справлялись. Мы преодолеем и это. Но после того, как мы это преодолеем, нам надо будет для себя сделать важные выводы, очень важные выводы, и эти выводы реализовать в социальной и политической практике. Мы выживем не благодаря власти. Мы выживем и добьемся успеха вопреки ей, вопреки тому, что она с нами сделала. Как писал Лев Толстой, надо жить, надо любить, надо верить. И, как обычно, в заключение я прочитаю вам несколько строк. Это Синека, которую я очень люблю. Нравственные письма к Луцилию. Ведь и зла, и судьба не постоянно. Может быть, беда случится. А может и не случится. Пока же ее нет, и ты рассчитывай на лучшее. Иногда, даже когда нет явных признаков, предвещающих недоброе, душа измышляет мнимое. Или толкует к худшему слова, которые можно понять двояко. Или преувеличивает чью-нибудь обиду. И думает не о том, сильно ли обиженный рассержен, а о том, много ли может сделать рассерженный. Но ведь если бояться всего, что может случиться, то незачем нам и жить. И горе с тем нашим не будет предела. Тут пусть поможет тебе рассудительность. Тут собери все душевные силы, чтобы отбросить даже очевидный страх. А не сможешь? Так одоли порок пороком. Умерь страх надеждой. Пусть наверняка придет пугающее нас. Еще вернее то, что ожидаемое с ужасом. Утихнет. Ожидаемое с надеждой обманет. Поэтому взвесь надежды и страхи. И всякий раз, когда ясного ответа не будет, решай в свою пользу. Верь в то, что считаешь для себя лучшим. Это очень полезный философский и психологический инструментальный совет. Спасибо большое, что вы слушаете и смотрите мой канал. Берегите себя, своих родных и близких. Я с вами. До встречи.